Моё вам почтение, дамы и господа, мы с вами находимся во французском местечке Ле Гран Бурнан, либо как привычней будет для биатлонного зрителя Анси, где пройдёт третий этап Кубка Подписчиков по игре Angel Biathlon. Сегодня у нас с вами спринтерская гонка, вы видите стартовый лист, состав участников несколько изменился, на отдых были отправлены Волосов, Лобков и Роджерс, и к нам в наш состав участников вернулись Арсенбеков, Таргонский и... И кто ещё? И Радостев, разумеется. Стартует первый участник, это Максим Левченко, представитель сборной команды Украины, на которого мы всё ещё пристально обращаем наше внимание, потому что ждём от него каких-то результатов, ибо пока что Макс не показал ничего. Миша Александров, который не шатко-невалко провёл предыдущий этап, должен сегодня что-то как-то реабилитироваться. Корни Котопёс, который выиграл в составе своей сборной эстафету на домашнем этапе в Хохфильдсене, должен быть на невероятно высокой морали и пробовать сегодня показывать высочайшие результаты. Лёша Батов, также неудачник предыдущего этапа, как его партнёр по сборной Миша Александров, надо отыгрываться Лёха. Джонни Дербин, дебютант, который просто меня поразил своими двумя бронзовыми медалями в пассиуте и эстафете, тем временем на отсечке 1 км Александров является лидером. Илья Лисаворонцов, ни шатко-невалко провёл предыдущий этап, очень неоднозначные впечатления, но прописку на этот этап сохранил, поэтому посмотрим, как он будет выступать сегодня. Артём Мальцев, невероятное выступление на первом этапе эстафеты, однако потом партнёры немножечко подвели, и сейчас он будет бороться за личный успех. Александр Куликов, человек-финишёр в сборной Киевской Руси, не смог себя как следует проявить, потому что партнёры пробежали не лучшим образом. Захар Семёнов, также неоднозначные выступления на предыдущем этапе, вроде бы и в цветы заходил, а вроде и ничего такого не показал. Лидер общего зачёта Николай Чакин, его задача сегодня проста, опередить Станислава Кремера и не дать ему к себе приблизиться. Ну а у нас уже первая стрельба, Максим Левченко закрывает три первых мишени, закрывает и четвёртую, а вот пятая решила предательски не закрыться от выстрела Максима. Миша Александров также закрыл четыре, но в отличие от Максима пятую, Миша закрыть смог. Алекс Коренько-то пёс начинает с промаха. Неудачное начало для Алекса. Два промаха. Так, где у меня тут тетрадочка? Вписываем Коренько-то пёс. Сегодня будет, к сожалению, далеко. Батов также допускает промах. Уже типичная ситуация для Лёхи. Так, два промаха. Коренько-то пёс ставим циферку один. Циферка два. Алексей Батов. Джонни Дербин. Человек, который стреляет крайне точно. И залог его стабильности в том, что стрельба 90 и неполоманные скрипты игры на его персонажи. Сейчас также стреляет ноль. Лиса Воронцов. У нас с вами будет под циферкой 3. В списке тех, кто сегодня вряд ли будет высоко. Артём Мальцев. Человек, который очень хорошо бегает. Коротенькие гонки с двумя огневыми рубежами. Сегодня подтверждает свой статус и стреляет ноль. Александр Куликов из сборной России. Посмотрим, не зря ли его поставили на четвёртый этап в сборной Киевской Руси. Не зря не подвёл сам себя Александр на первом огневом рубеже и отстрелял чисто. Захар Семёнов. Захар Семёнов подтверждает свои высочайшие амбиции, которые он высказывает мне в комментариях в группе. И стреляет ноль. Николай Чакин справляется лидер сборной Бельгии с первым огневым рубежом и отправляется в гонку. Машков. И шёл по пятам за Чакином до этого момента. Стреляет несколько быстрее, но допускает один промах. На сечке 4 километра. На 0,3 секунды лидером является Артём Мальцев. Дальше Джонни Дервин проигрывает уже 3,5 секунды. Не лучший ход сегодня у Казаха, к сожалению. И будем смотреть, что в итоге окажется на финише. Серёжа Андрюхин. Что-то я начинаю заговариваться рановато. Допускает два промаха, так же, как и Борис Пульков. Ребят, у меня уже заканчивается терпение и место в тетрадочке. Тем временем промахивается Станислав Кремер. Интересная ситуация. Стас даёт шанс Николаю Чакину сегодня ещё побольше от него оторваться. А Миша Александров стреляет чисто. И это заявка на борьбу за подиум. Давайте будем говорить так. Промах у Максима Левченко. Торгонский стреляет чисто. С возвращением Дмитро. Очень рад вас видеть. Эдуард Макаров. 4 закрывает Эдик. Пятую закрыл. Что же. Хорошо. Первая половина у нас удачная. Эдик, давай так же на второй. Второй. Курки Котопёс. Закрывал первые две. Третий, к сожалению, не закрыл. Очень много раз, к сожалению, сказал. Ой-ой-ой-ой. Хернечки. Также не закрывает одну мишень. Дербин чисто. Сегодня будет достаточно высоко. Батов чисто. Второй рубеж отстрелил. Это хорошо. Сарсенбеков. На ноль прошёл первый огневой рубеж. Радости. Первым же выстрелом промахивается. Не лучшее возвращение Стас. Давай будем честны. Артём Мальцев. Сегодня он стреляет 2. Нуля и будет бороться за победу. Лиса. Два промаха. Итого четыре. Эх, Илюха, Илюха. Денис Синица. Два. На первом огневом рубеже. Куликов чисто. И вот это. Это очень важно отметить, что сегодня Александр Куликов, лидер сборной России, будет также достаточно высоко. Усов промах. Два у Семёнова промах у Николая Чакина. А вот это интересно. С точки зрения борьбы за общий зачёт Кубка мира. Потому что промахивался и Кремер на первом огневом рубеже. А сейчас Бельгиец даёт ему шанс нагнать себя. Павел Машков. Смотрим, как стреляет эстонец. Стреляет как из пулемёта. Прям вот отличительная характеристика сборной Эстонии. Стреляют они быстро. Не всегда точно, но быстро, стопудово. Андрюхин. Серёга. Надо легендарную стрельбу показывать. Давай. Стас подъехал. Здесь же Борис Пульков. Нелегендарная стрельба, Стас. Ой, нелегендарная. Ой, не нравится мне она. Один промах есть у Андрюхина. Смотрим, что ответит на это Кремер. Промах у Кремера. Неудачная гонка для лидера сборной Австрии и вице-лидера Кубка мира. Пульков чисто. Таргонский допускает промах. Эдуард Макаров. Сейчас вся надежда на Эдика, чтобы он поборолся за победу в этой гонке с Артёмом Мальцевым. Последний выстрел. Точно. Ну беги, Эдик. Беги, родной. Давай. Сейчас просто твоё любимое дело. Да беги. Хернешки и Сарсенбеков. Хернешки уже вряд ли может что-то противопоставить борьбе за победу. А вот Мадьярка, в принципе, если выстрелит точно, то будет достаточно высоко. Про победу не говорю, но высоко будет. Прямо помяните моё слово. Хернешки точен. Сарсенбеков. Также стреляет ноль и отправляется в борьбу за самые высокие места. Тем временем на финише Куликов выигрывает Мальцеву. Вот это да. Очень плохо ходом прошёл Артём последний отрезок. И четыре десятых он проигрывает Россиянину. На стрельбе Стас Радостев, Денис Синица и Илья Усов. Последний из сегодняшних стартовавших. Радостев допускает промах. К сожалению, не гонка это для Стаса. Не лучшее возвращение. Надо как-то было вот получше возвращаться, Стас. Чакин тем временем четвёртый. Обошёл Джонни Дербина. И это с промахом. Не лучший ход от Казаха. Это ещё я мягко сейчас выражаю. Синица чисто на втором рубеже. Усов допускает один промах. Тем временем Машков шестой. Паша также неплохо провёл гонку с точки зрения хода. На отсечке 7 километров. Макаров является промежуточным лидером. И мы ждём его на финише. Чтобы увидеть, что же в итоге у нас будет за тройка. Я уже немножечко даже мысль свою теряю. По ходу этой гонки. Но я реально нервничаю. Я болею за Эдика. Он очень неудачно начал этот турнир. А сейчас он может наконец-то не то, что в цветы попасть. А прямо даже выиграть что ли. Господи. Тем временем финишируют спортсмены. Станислав Кремер седьмой. И это с двумя. Ну это пока что конечно промежуточное место. Но его будет сложно подвинуть. Потому что ходом он сегодня был просто великолепен. Макаров. Первое промежуточное место. И 3-4 относительно Александра Куликова. Который также отстрелял точно. Невероятный ход от Эдуарда. И это как минимум заявка на подиум. Потому что ну только Сарсенбеков сейчас может попробовать что-то противопоставить Эдуарду. И сейчас мы ждём его на финише кстати также. Таргонский. Неплохой результат. Восьмое место промежуточное. Ну уже девятое. Потому что Мадьярко приехал с двумя нулями. Он проиграл 8-8 Эдуарду Макарову ходом. Ну такой конечно ход то надо нам подтянуть. Хернешки с одним проиграл даже Кремеру. У которого сегодня два. Также ход не самый лучший. Будем честны. Из тумана выныривают ещё два спортсмена идущие на финиш. Очень тяжело разглядеть их в таких погодных условиях. Это Стас Радостев и Денис Синица. Смотрим что они покажут. Радостев 17-й. Уже 18-й. Потому что Синица показывает 15-е время. Ждём мы Илью Усова. И Усов у нас сегодня с двумя будет 15-й. Отодвигает он Дениса Синицу на одну позицию вниз. И на одну секундочку уже его выиграл. Вот такая сегодня неожиданная тройка. Эдуард Макаров, Александр Куликов и Артём Мальцев. Цветы попали Александров, Чакин и Дервин. Крайне интересно на самом-то деле. Давайте посмотрим сейчас статистику гонки и отразим, почему же у нас именно такие результаты. Стас. У меня к тебе после этой гонки будет очень и очень серьёзный разговор. Это блин как? Ну то есть, ладно, Макаров пятый как бы. Бог с ним. Человек реально лучше всех ходом прошёл, но он пятый. Как ты 7,5 секунд у ближайшего выиграл, Стас? Я чё-то не понял. Мадияр худший ходом 20 секунд. Дервин 16,8. Мальцев 18,6. Собственно, вот в чём залог их не самого лучшего выступления относительно других оппонентов, стрелявших. Чисто. Но чё-то как-то вопрос у меня к Стасу всё равно. По-прежнему на первом месте. После того, как мы посмотрели лыжный ход. Лучшая скорострельность у Мальцева, дальше Хернечки и Машков. Эдуард Макаров здесь 21-й, но это не важно, потому что в итоговом-то протоколе мы знаем, что Эдуард у нас на первом месте. Что же, вот такая у нас с вами сегодня была гонка. Пассьют у нас уже будет послезавтра. Поздравляю всех тех, кто сегодня занял высокие места, кто сегодня достаточно далеко. Не расстраивайтесь. Ну а меня звали Николай. Всем пока. Пока. Может ли дворец жить в башне слоновой кости? Вхожем быть дворец или яро против фильмоши? Или сохранять свой нейтрализ?